Здание Музея истории УИС и Академии ВСИН России было выбрано не случайно. Построено оно в эпоху правления Екатерины II и включает в себя 11 залов, которые в хронологической последовательности знакомят с развитием уголовно-исполнительной системы в нашей стране. Все начинается с зала эпохи Средневековья. Представленные там экспонаты рассказывают о видах и способах телесных наказаний. Например, металлическая маска, в отверстие которой вливается раскаленный металл или вода. Ее надевали на тех, кто совершал преступления против интересов государства или был улечен в фальшивом маничестве. Здесь также находятся не только орудия пыток, но и те предметы, которые позволяли удержать преступников. Тогда это была непростая задача, ведь в то время каменных тюрем не существовало, а заключенных держали в деревянных срубах. Также в этой части музея находится такой интересный экспонат, как Орден за пьянство. Один из самых интересных экспонатов – это фигура каторжника Григория Ивановича. Такое имя ему дали сотрудники кафедры философии и истории. По легенде, он пытался бежать из мест заключения, но был пойман, за что его и приковали к тачке. Одежда, посуда, кандалы – все в точности так, как было в XIX веке. В зале, который посвящен дореволюционному периоду, расположен самый старинный экспонат музея – Драгунская шашка 1904 года. Орудие имеет свою историю, потому что находилось на вооружении сотрудников мест лишения свободы того времени. В следующем зале можно увидеть, как выглядело рабочее место начальника исправительно-трудовой колонии 60-х годов XIX века, а также познакомиться с запрещенными предметами, изъятыми у осужденных. Здесь экспонируются игральные карты, заточки и даже самодельный кипятильник, который называется просто «бррр» из-за звука, который издает. В этом же зале находится макет исправительно-трудовой колонии того времени, который демонстрирует внутреннюю планировку учреждения и многоуровневую систему защиты. Активное участие в пополнении экспозиции музея принимают представители Оренбургской области. Благодаря их трудам на полках многих залов находится так много экспонатов. Как совсем недавно приехали на сдачу государственных экзаменов Павел Геннадьевич Движков и Юрий Петрович Коробов и привезли в дар музею винтовку Мосина. Данный экспонат мы нашли на территории Оренбургской области. Эта винтовка принимала участие в гражданской войне. Сейчас винтовка выглядит почти так же, как в былые времена. Затворные механизмы по-прежнему действуют. В общем, с ней можно хоть сейчас идти в штыковую атаку. Конечно, эта винтовка была не в таком состоянии, когда мы ее нашли. Нашли только металлическую часть. Деревянная часть, она, конечно, к сожалению, не сохранилась. Но, тем не менее, что мы нашли, затвор был, сейчас мы видим, работает, винтовка стреляет. Данная винтовка, она царская, то есть это было выпечено еще до, далеко до революции. Очень приятно передать в дар эту винтовку. И я надеюсь, что для патриотического воспитания курсантов это будет хорошим примером. Конечно, это лишь малая часть того, что представлено в музее. В настоящее время его коллекция насчитывает свыше 700 экспонатов. И она постоянно пополняется. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.